Время новостей на Первом Крымском. Вашему вниманию все самые важные события к этому часу. В общем-то не выполнено практически ничего, ограждения отсутствуют, на полигоне присутствует захоронение животных. Бомба замедленного действия. Общественники проверили Алушчинский полигон ТБО. Это вопросы воспитания молодежи, поддержка института семьи, материнства и детства, обеспечения свободы вероисповедания. Возврат культовых сооружений и проблемы религиозных общин. Духовные лидеры Крыма обсудили насущные вопросы. Мастера искусств Крыма детям Донбасса. На полуострове прошел масштабный благотворительный концерт. В Симферополе почтили воинов павших годы Крымской войны. Мероприятия прошли на Симферопольском мемориальном кладбище и у Долгоруковского обелиска. В них приняли участие представители республиканской власти и общественности. В память о погибших прошла траурная литья. Крымская война стала одним из самых масштабных вооруженных конфликтов 19 века. Ее действия разворачивались на обширной территории от Балкан до Камчатки. Однако ключевые сражения произошли на территории полуострова. К примеру, Севастополь героически оборонялся от 60-тысячного англо-франко-турецкого десанта почти год. Для всего мирового сообщества впервые прозвучал очень громко голос русского солдата в его мужестве о том беспримерном подвиге, на который способен русский солдат во имя своей родины, во имя своего народа. В кровопролитных сражениях на полуострове погибло около 150 тысяч наших воинов и более 250 бойцов стран-участниц Крымской кампании. Захоронения расположены во многих городах и селах Крыма. Яркий тому пример – мемориальное кладбище в Симферополе. В те годы в Симферополе под больницей переоборудовали более 50 учебных заведений и частных домов. Тех, кто в них умирал, привозили на это братское кладбище. Здесь захоронено более 36 тысяч защитников Отечества. Это кладбище было восстановлено руками местных жителей. В реконструкции участвовали и городские предприятия. Находимся на возрожденном важном мемориале, где традиционное. С 1197 года и раньше неофициально здесь проходили Дни памяти воинов. Валерий Ильичев уже более десятка лет и с года в год приходит сюда для того, чтобы увековечить память воинов, погибших в Крымской войне. Он гордится российскими солдатами, которые были всегда готовы защищать свое Отечество. Крым всегда был русским. Эта война еще раз показала о том, что перед русским духом никто не в состоянии нас победить. И сила русского оружия не в самом оружии, а в силе духа. После военного конфликта в истории навсегда вошли имена адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина, генерала Хрулева, хирурга Пирогова, матроса Кошки и тысяч других безвестных героев. О павших героях сегодня напоминают обелиски, памятники. Но самый главный мемориал это мы с вами, человеческая память, которую будем из поколения в поколение рассказывать своим потомкам о силе русского духа, о силе русского оружия, победившего и отстоявшего нам мир и покой на нашем полуострове. Для того, чтобы почти героев, ушедших в мир иной, у Долгоруковского обелиска и на мемориальном кладбище представители власти и общественности традиционно возложили венки. После чего прошла траурная лития, где погибших русских воинов помянули минутой молчания. Дмитрий Попов, Александр Тегнириднов. Время новостей. Крымский фактор в современной геополитике. Для того, чтобы понять изнутри все преимущества и проблемы полуострова, его влияние на ситуацию в мире и при Черноморском регионе, на базе Российского института стратегических исследований в Севастополе создали Черноморский филиал информационно-аналитического центра. Накопленные к данному моменту опыт сотрудников РИСИ откроет перспективы в научной деятельности будущих экспертов и аналитиков. О том, как создавалась новая экспертная площадка и о первых результатах ее деятельности в нашем следующем сюжете. Основная работа центра будет направлена на изучение взаимоотношений Крыма и при Черноморских государств, а также политики НАТО и других организаций в отношении региона. Это все связано с вопросами национальной безопасности России и на этом, на крымском направлении. Это основная задача, анализ и выводы. Это немаловажно понимание именно той обстановки фактической, не той, которую преподносят с той или иной направленностью, а определенной независимой. Подобные центры – это уникальные площадки для международного экспертного сотрудничества. А благодаря такой кооперации есть возможность прийти к правильным решениям по многим вопросам. Это решения, которые касаются не только и не столько самого Крыма, именно в силу нашего статуса, статуса нашего полуострова. Это решения, которые имеют большое влияние и в целом на территорию Российской Федерации. Поэтому, конечно же, такие экспертные площадки нам нужны, и мы надеемся, что этот центр станет действительно центром принятия важных стратегических решений. А практика показала, что экспертное сообщество Крыма и Севастополя без дела сидеть не собирается. Едва Черноморский информационно-аналитический центр открылся, как на его базе сразу провели международную конференцию, посвященную последствиям общекрымского референдума. Сербский политолог Никола Косович в своем докладе рассказал о взаимодействии балканских стран со странами Черноморского региона. Особенное внимание он уделил именно сотрудничеству с Россией и тем внешним силам, которые пытаются помешать этому процессу. Я верю в то и надеюсь на то, что Россия сможет выдержать и что она сможет расширять свое влияние в Сербии и других государствах. Но для этого необходима, прежде всего, политическая воля в Кремле. Говорили и об Украине. Мнение экспертов тут сходится в одном. Страна-соседка с каждым днем все более и более разрушается изнутри. Причин масса – от политических и экономических до гуманитарных и моральных. Поэтому восстать из пепла незалежное в прежнем виде вряд ли сможет. По сути, страна умирает. Когда процесс закончится, это, конечно, сказать сложно. Процесс может быть длительным. Процесс гниения может быть очень длительным. Но страна умирает, к сожалению. Напомним, на территории полуострова в Симферополе уже есть Таврический информационно-аналитический центр Российского института стратегических исследований. Его открыли 14 апреля на базе Крымского федерального университета. Эдуард Здоров, Игорь Романенков. Время новостей. Севастополь. Возврат культовых сооружений и затянувшаяся перерегистрация религиозных организаций и решение этих проблем стало главной темой на общей встрече представителей власти полуострова и религиозных лидеров многонационального Крыма. К какому итогу пришли участники совещания, расскажет Екатерина Наумова. Полуостров – один из самых многонациональных регионов России. И сколько верующих, столько и религиозных организаций. Сейчас межконфессиональная ситуация в республике стабильна. Её сохранение – самая важная часть работы лидеров религиозных движений. По их мнению, сейчас общая задача – находить и развивать то, что всех сближает. Таких направлений у нас предостаточно. Среди них, прежде всего, стремление к миру, благотворительность и сохранение традиционных нравственных ценностей. У каждого народа, у каждого человека есть своя вера, религия. Мы должны обучать, учить, уважать друг друга, любить. И роль религиозных организаций на этом не прекращается, ведь направлений в совместной работе множество. Это вопросы воспитания молодёжи, поддержка института семьи, материнства и детства, обеспечения свободы вероисповедания, военнослужащих, лиц, находящихся в местах лишения свободы. При этом напомнили и о таком страшном факторе, как экстремизм. С ним борются во многих странах, и Россия – не исключение. Нужно серьёзно понимать корни и движущие силы любого явления, особенно такого, как экстремизм. Я уверен, что все здесь присутствующие в своей каждодневной практике, в общении с верующими, с пастрой, делают всё, чтобы это явление в Крыму не проявилось. Несмотря на позитивную динамику развития религиозной жизни на полуострове, у общин всё ещё остаются проблемы. И в основном они касаются законодательной сферы. До сих пор актуальны вопросы возврата культовых сооружений, необходимость их инвентаризации, а также затянувшаяся перерегистрация самих религиозных организаций. Последняя проблема наиболее важна, ведь сроки завершаются в начале января следующего года. Мы прекрасно понимаем, что в данном случае не все сегодня ещё организации успевают. И, конечно же, я думаю, здесь обязательно нужно вмешательство республиканских властей для того, чтобы вложиться в указанные сроки. Я думаю, что нам сложно будет продлить опять этот период дополнительно. Поэтому призываю здесь всех представителей церквей, давайте, может быть, сформируем какую-то рабочую группу по этому вопросу. По всем остальным вопросам также будет собрана подробная документация. Её в дальнейшем отправят на рассмотрение главы Крымского правительства и председателя Госсовета республики. Екатерина Наумова, Денис Тищенко, Время новостей. Знают ли крымчане, что прямо возле Алуштинского берега на местной свалке есть скотомогильники инфицированных животных или о том, что в рыбачьем расположен несанкционированный полигон ТБО с отходами первой категории опасности? Теперь, по крайней мере, об этом узнали члены общественной инспекции, ЖКХ контроля и наша съёмочная группа. Насколько всё плохо на мусорных свалках Алушты? Смотрите далее. Общественных инспекторов здесь встретили с почестями. Сам начальник профильного управления со своим юристом. Но как только наша съёмочная группа собралась зайти на территорию вместе со всеми, путь был резко преграждён. Чиновник ни в какую не захотел допускать первый крымский к съёмке своих владений. У вас есть специальное разрешение? Вы были на прошлой неделе, снимали это всё. А на прошлой неделе можно было? Ну, я разрешил. Ну, в принципе, да. Потому что вы освещаете совсем некрасиво. Я считаю, что у нас полигон нормальный. Так если он нормальный, то почему бы нам его не показать? Видимо, уж очень хотелось скрыть некоторые моменты, которые увидеть камера ни в коем случае не должна. И, быть может, руководство полигона не пустило на территорию ещё и потому, что свалка существует уже полстолетия. И за это время её площадь увеличилась больше, чем в два раза. Говорят, помимо обычных бытовых отходов, где-то здесь зарыт скотомогильник. А это чревато опасными инфекциями и настоящей экологической катастрофой Крыма в общем. Дело в том, что в таких могильниках часто хоронят инфицированных животных. А рядом с полигоном расположены виноградники, причём намного ближе, чем положено. Не нужно владеть особой дедукцией, чтобы понять, насколько серьёзно тут обстоит дело. Чуть позже информацию об этом подтвердили и члены инспекции. Начальник профильного управления, говорят, в личной беседе сам прокололся. В общем-то не выполнено практически ничего. Ограждения отсутствуют. На полигоне присутствует захоронение животных. На полигоне присутствуют отходы первого-четвёртого класса опасности. И это всё составляет очень серьёзную экологическую угрозу. И раз уж заехали в Алу, что общественники решили убить двух зайцев. Проверили ещё и недавнюю информацию о несанкционированном полигоне ТБО в Рыбачьем. На этом месте по документам должен быть пустырь. А на самом деле, сами видите, что. Зато на незаконной свалке довольно неплохо работает система сортировки мусора. Быть может, первая в Крыму. Кто нанял их на работу, эти люди не говорят. Видимо, боятся. Как не знаете, просто так, что ли? Да. Ваша личная инициатива? Да. Узнать о том, кто тут заправляет, удалось только без камеры. Мусорщики признались. Пригласил их на работу малореченский поселковый совет. Но самое страшное даже не в самой незаконной свалке, а в том, что здесь есть множество отходов первой категории, которые считаются самыми опасными. Приводят они к химической и биологической катастрофе. Просто экологическая беда. Там, по-моему, покрышки много, покрышек автомобильные. Не спросить главу администрации Алушта о том, знает ли он о таких нарушениях, в такой ситуации было невозможно. Но отвечать как общественникам, так и нашей съемочной группе, мягко говоря, не захотели. То есть вы отказывались от комментариев? У вас на свалках находятся отходы первой, третьей категории. Девушка, вы должны договориться о встрече, а не провоцировать здесь на ходу. Понимаете? То, что вы делаете. К такому объяснению ситуации и прибавить нечего. По итогу членокомиссии все равно опишут увиденное в отчете и доложат главе республики. А в таком случае уже хочешь не хочешь, а отвечать придется. Дарья Скобеева, Александр Смычек. Время новостей. Большая Алушта. Неприкасаемых нет. Сергей Аксенов отстранил о должности своего внештатного советника по совместительству евпаторийского депутата, руководителя местной ячейки ЛДПР Сергея Ерхана. Заслужил наказание чиновник за свою пьяную выходку. Напомню, пару дней назад автомобиль Ерхана остановили сотрудники ГИБДД. Депутат оказался пьяным за рулем, но не растерялся и попробовал по телефону решить ситуацию на месте. Звонки начальнику евпаторийской автоинспекции ничем не помогли. И бывший советник главы республики стал размахивать удостоверением с обещаниями лично наказать обидчиков. Увольнение Ерхана – это всего лишь один из последних случаев. Сейчас идет активная чистка чиновничьих рядов. За несколько месяцев Сергей Аксенов отстранил от должности за недобросовестный труд около 40 госслужащих разного ранга. В аптеках Крыма создаются лицензированные наркотические комнаты. В восьми регионах республики уже отпускают специальные медицинские препараты для тяжелобольных крымчан. Жителям Белогорска теперь не нужно ездить для этого в Симферополь. Местная государственная аптека получила все необходимые документы для продажи и бесплатные выдачи медикаментов строгой отчетности. Открыли лицензированную наркотическую комнату в государственной аптеке номер 68. Тяжелобольные жители города вынуждены были постоянно ездить в крымскую столицу, чтобы купить жизненно важные препараты. Теперь проблему логистики решили. Есть и иностранные, есть и российские препараты. Причем в большинстве, наверное, 70% это препараты российского производства. Учет продажи и выдачи строгой категории строгой отчетности требует дополнительных документов. При себе человек должен иметь паспорт и, главное, рецепт от врача на сертифицированном бланке. Если сам больной не может прийти, то доверенное лицо, врач указывает фамилию этого человека, на обратной стороне рецепта пишется. И человек получает, предъявляет удостоверение личности. Либо сам больной, либо доверенное лицо. Блан действительно в течение 15 дней. Позаботились о системе безопасности комнаты, где хранятся медикаменты. Это сигнализация, это пульт охраны, это все необходимые средства защиты, решетки и сейфы, и железные двери. И, соответственно, здесь есть полная система безопасности присутствует, соответственно, системе требований, которая сегодня предъявляется к обороту наркотических и лекарственных препаратов. Аптеки, которые имеют лицензию на выдачу наркотических препаратов, помимо Симферополя и Белогорска, есть в Красногвардейском, Судаке, Ленина, Алушке, Почесарае, Красноперекопске и Черноморском. Открытие одной такой комнаты обходится Крымформацией примерно 700 тысяч рублей. Сейчас в республике есть 9 аптек, которых по рецепту врача можно получить специальные сильнодействующие препараты. Сеть планирует до конца года расширить до 15 таких учреждений. Откроют их преимущественно в районных центрах Крыма. Артем Артеменко, Алексей Романов. Время новостей. Белогорск. С Саншлагом прошел первый благотворительный концерт «Мастера искусств Крыма детям Донбасса». Место для него выбрали очень необычное. Зал ожидания Симферопольского железнодорожного вокзала. Все собранные деньги отправят на лечение детей, пострадавших от войны и не только. Есть ребята, кто из-за тяжелой болезни ждет операцию, но не может получить шанс на жизнь. Из-за банального не хватает денег. Первый крымский не остался в стороне. Екатерина Зуева поделится впечатлениями. У окна дежурного по вокзалу корзины с цветами, а стены здания с такой подсветкой. Как-то выглядят совсем иначе. Железнодорожники с удивлением рассматривают зал ожидания. Они проверяют билеты, но не у пассажиров на поезд, а у зрителей, пришедших на концерт. На первый взгляд, необычно. Но если покопаться в истории, все станет на свои места. Вокзал-то как раз-таки был предназначен для того, чтобы здесь собирались пассажиры в ожидании далекого поезда. И царско-сельская дорога тому пример. И организовывались как раз-таки концерты для пассажиров, для жителей города. Звучит католическая месса Франца Шуберта. Светлая, оптимистичная, заставляющая верить. Это сочинение нами выбрано не случайно, потому что мы действительно верим, что скоро закончится лихолетие войны. И те люди, которые живут в Луганской области, в Донбассе, они, в общем-то, наконец-то найдут успокоение и вернутся к мирной жизни. Построенный в 1951 году, Симферопольский вокзал называют одним из красивейших среди стран СНГ. Совсем не концертная площадка. И то, что тут звучит музыка, живая, настоящая, поет хор, не просто так. Вот мы сейчас стоим на перроне, видите, никого нет, пусто. Поездов нет, людей нет, смеха детского нет. Поэтому мы сделали здесь, чтобы доказать всем, что все равно все вернется, все равно начнут ходить поезда, начнут приезжать дети с того же Донбасса, Луганска. Будет здесь смех, веселье, они будут ехать на море, кушать сладости, мороженое. Зал наполнился другой музыкой и другими голосами. Это реквием современного английского композитора Джорджа Раттера. Память о погибших на Донбассе поет 12-летний Ваня Вороной. Много там родных, близких, одноклассников. И это моя боль. Было до слез трогательно. Вообще даже не могла себе представить, что будет так. Зал полон. Все, кто пришел на концерт, стал благотворителем. Рядом со сценой урна. Сюда тоже, кто хотел, бросал деньги. Первый Крымский тоже в числе благотворителей. Билет куплен, место занято. Концерт невероятный. Акустика, музыка, голоса. Просто мурашки по коже. Средства, которые сегодня будут собраны, будут не просто отправлены на Донбасс, а конкретно будут отправлены трем или четырем деткам, которые нуждаются в операции. То есть это точечная помощь. Мы будем точно знать, какие дети получили эту помощь. Инициатор и организатор необычного фестиваля Министерства культуры Республики проходит под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова. Дальше артисты отправятся в Севастополь, Евпаторию, Ялту и Керчь. Деятели культуры Крыма надеются собрать порядка миллиона рублей и уже выступили с инициативой отдать за свой один рабочий день заработную плату, чтобы шанс на жизнь получила как можно больше детей. Екатерина Зуева, Олег Черемисин. Время новостей. Осень в Коктебеле начинается с творчества. В рамках года литературы здесь стартовал 13-й международный симпозиум «Волошинский сентябрь». В этот раз он посвящен 40-летию образования Дома-музея поэта Максимилиана Волошина. В течение нескольких дней участников ждут мастер-классы, тематические встречи, литературные вечера и, самое главное, награждение победителей литературной премией. Это мастерская знаменитого деятеля искусств Максимилиана Волошина. Здесь проходили творческие вечера. В числе почетных гостей были деятели культуры и науки. Дом-музей пережил многое, однако, несмотря на время, сохранил первозданную атмосферу. В нашей мастерской совсем немного предметов, купленной мебели. Их совсем немного. Они достались ему в наследство от его бабушки Надежды Глазер. Вот это кресло, которое вы видите, вот этот стол и зеркало, висящее на лестнице. Все остальное Волошин сделал своими руками. Вот здесь можно увидеть четыре полки столярных инструментов. Ими владел Волошин в совершенстве. Ежегодно Дом-музей посещает тысячи человек, однако, среди деятелей культуры это место пользуется особой популярностью. Каждую осень здесь начинает работать симпозиум «Волошинский сентябрь». Для участия в нем направили заявки более двух тысяч человек. Как и два столетия назад, это место собирает творческих людей из самых разных стран. Знаменитые и начинающие писатели, журналисты, поэты, музыканты и критики считают за честь в наше время выступить здесь, в знаменитом культурном центре Серебряного века, в Доме-музее Волошина. Для Татьяны из Москвы быть здесь – это уже победа. Она неоднократно участвовала в различных конкурсах, однако это для нее особый. Я попала в шорт-лист прозаической номинации, и когда я об этом узнала, я просто запрыгала. Потому что для любого пишущего человека – это большой успех. А вот Александр Красташевский уверяет – главное не победа, а участие, ведь здесь можно научиться многому на мастер-классах от именитых детелей культуры. Ты должен понимать, что написанное тобой, все-таки, если ты хочешь, чтобы это кто-то прощел, кроме твоей мамы, которой это априори понравится, ты должен понимать, что есть какие-то определенные законы, и что более того, что литератор – это профессия, которой, как и любой другой профессии, там, не знаю, геолог, химик, космонавт, надо владевать. Много-много таких мероприятий, как обучающих, вот как мастер-классы, интерактивных, как заплывы турнира поэтов, и просто творческие встречи, какие-то разговоры, круглые столы о судьбе русской литературы, о судьбе Крыма, как Тебелия, культурного наследия России. Поскольку «Волошинский сентябрь» – это не только научно-познавательная программа, но и творческий конкурс, организаторам предстоит определить лучшего в таких номинациях, как поэзия, драматургия, киностихотворение, фотопоэзия, журналистика и другие. Подведение итогов и объявление победителей запланировано на 11 сентября. Ольга Савенко, Александр Тегнирино, Время новостей, Коктебель. Его по праву считают классиком детской литературы. В Крыму трудно найти другого поэта, чье творчество было бы так популярно у юных читателей. В Симферопольской республиканской детской библиотеке имени Орлова состоялся праздничный вечер, посвященный 85-летию Владимира Натановича. На юбилейном мероприятии выступили близкие друзья и коллеги писателя, а также представители Министерства культуры Республики Крым, Союза писателей и Крымской литературной академии. Он мало изучен, учат его стихи лишь несколько поколений крымских школьников, но поклонников творчества Владимира Орлова в библиотеке, названной в его честь, собрался полный зал. Я считаю, это гордость для каждого крымчанина, что у нас есть такой поэт, такой поэт, который описал прекрасно наш Крым, описал наше детство, описал и другие многие явления, взаимоотношения между людьми. Стихотворения крымского поэта звучат сегодня целый день. Его произведения такие же, как он сам, добрые и жизнерадостные. «111 котлет, 111 пирожен заварных и всевозможных, и капота три ведра была сварена с утра». Александр Орлов знает однофамильца лично. Музыкант и поэт работали вожатыми в одном из пионерских лагерей Крыма. Там же создали первую совместную песню. Подружились навек, точнее, на его четверть. За 25 лет общения сочинили более 100 песен о детях и для детей. Писали их прямо в лагерных беседках на берегу моря. «Долго у нас не было времени писать. Два часа, и песня появлялась, а вечером уже её дети пели на эстраде». Уже вышло четыре сборника совместного творчества Владимира и Александра Орловых. В ближайшее время выйдет ещё один. Там будет примерно 40 песен. Не так просто публиковать свои произведения современным крымским писателям. Делают они это чаще всего за собственный счёт. Российские издательства, к сожалению, пока не нуждаются в крымчанах, считает ответственный секретарь Союза писателей республики Вячеслав Келеса. У них уже давно сформировался круг постоянно пишущих авторов. Но всё-таки после перехода Крыма в состав России, жизнь местных творцов изменилась в лучшую сторону. «У нас всё время был страх за русский язык. Знаете, все эти годы была борьба за то, чтобы его отменили. И сейчас этот страх исчез». Книги для детей, созданные крымскими писателями, по-прежнему большая редкость. Однако, литературная общественность полуострова полна творческих планов. И наследие Владимира Орлова будет продолжено молодыми авторами полуострова. Татьяна Ханкота, Анатолий Скорик. Время новостей. Такой была информационная картина этого часа. До встречи на Первом Крымском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова